Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. В сегодняшнем видео я хотел бы вам показать на реальном примере последствия от короткого замыкания в кабельной линии. То есть вот у нас панель, там сборные шины, там сделаны два отсоединения, то есть на один автомат, за ним сделано второй, на второй автомат и рядышком еще такое же ответвление. На одном из кабелей, пока еще мы не видим, на каком, то ли вот питающийся от этого автомата, то ли от этого, произошло короткое замыкание. Возникла электрическая дуга, то есть замыкание было, скорее всего, где-то вот здесь вот в разделке. Предположим, что дуга возникла, короткое замыкание возникло вот в кабеле, питающем, питающийся от данного автомата. Возникшая дуга воздействовала на соседние кабели и на соседнее оборудование. Выжгло соединительные шины, то есть которые подсоединялись на неподвижные контакты автомата. Здесь также все отгорело. Также пострадали вторичные цепи от трансформаторов тока. Они подкоптились, которые с них запитаны амперметры. Так. Ну, нижний вроде все чистенько. Соседний кабель тоже начал греться, затем плавится от высокой температуры, и в нем произошло тоже короткое замыкание. Естественно, что второй автомат тоже был отключен. Благо, что не перешла электрическая дуга, не перешла на секцию, на сборную секцию шин. Иначе отключились бы не только вот эти два фидера, но и в одной автомате. Это вид с обратной стороны панели. Здесь вот видно, расплавилась даже крепежная планка для автоматов. Такая была температура, такая была сильная дуга. Здесь тоже видно подплавленные вторичные цепи от трансформаторов тока. Вот на это все. Такое небольшое видео про последствия короткого замыкания, возникающих в электрических цепях. Да, кстати, эта секция 400 вольт. Вот такое мощное короткое замыкание. Так что, своевременно проверяйте кабели, изоляцию кабельных линий, своевременно испытывайте их, своевременно проверяйте и прогружайте автоматические выключатели и прочее электрооборудование согласно правилам технической эксплуатации электростановых потребителей. и такие последствия будут миновать вас, ну или, по крайней мере, будет их гораздо меньше. На этом все. С вами был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok